Время, дело известное, летит иногда птицей, иногда ползет червяком. Но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает, скоро ли тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней 15 у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Все в течение дня совершалось в известную пору. Утром ровно в 8 часов все общество собиралось к чаю. От чая до завтрака всякий делал, что хотел. Сама хозяйка занималась с приказчиком, имение было на оброке, с дворецким, с главной ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения. Вечер посвящался прогулке, картам, музыке. В половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни. «Как по рельсам катишься?» — уверял он. Ливрейные лакеи и чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так обедать следовало бы по-английски, в афраках и в белых галстуках. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свое мнение. Она выслушала его и промолвила. С вашей точки зрения вы правы. И, может быть, в этом случае я барыня. Но в деревне нельзя жить беспорядочно. Скука одолеет. И продолжала делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему, и Аркадию оттого и жилось так легко одинцовой, что все в ее доме катилось как по рельсам. Совсем тем в обоих молодых людях с первых же дней пребывания в Никольском произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна, очевидно, благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что-то его подмывало. А Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Оно даже помогло ему войти с ней в ласковые приятельские отношения. «Меня она не ценит, пусть, а вот доброе существо меня не отвергает». Думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою. Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое. Но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову. Он рабел и потерялся, когда оставался с ней наедине, и она не знала, что ему сказать. Он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома. Он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти пустяки и его занимали. Своей стороны Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, а Динцовой с Базаровым. А потому обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя обожала природу, и Аркадий ее любил, хотя и не смел признаться в этом. Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же, как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий. Отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бронить ее аристократические замашки. Правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять в ней сентиментальные наклонности. Но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего. Он как будто избегал, как будто стыдился его. Аркадий все это замечал, но хранил про себя свои замечания. Настоящей причиной всей этой новизны было чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циничной бранью, если бы кто-нибудь хоть отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты. Но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл билибердой, непростительной дуростью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни, и не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тагенбурга со всеми мини-зингерами и трубадурами. «Нравятся тебе женщины?» — говаривал он. «Старайся добиться толку. А нельзя? Ну, не надо. Отвернись. Земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась. Распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — все, казалось, говорило в его пользу. Но он скоро понял, что с ней не добьешься толку. А отвернуться от нее он к изумлению своему не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней. Он легко сладил бы своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никогда не допускал, на чем всегда трунил, что возмущала всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому. А оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшие ветки и броня в полголоса и ее, и себя. Или забирался на сеновал, в сарай и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностью, да, с нежностью остановятся на его глазах, и голова его закружится, и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода постыдных мыслях, точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком. А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой. Он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствии она скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло. Она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать, и себя изведать. Однажды он, гуляя с ней в саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню к отцу. Она побледнела, словно ее что-то в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде, не с мыслью испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет. Он никогда не сочинял. Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок с выцветшими желтыми волосами, выветренным красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке с толстого серо-синеватого сукна, под поясанной ременным обрывочком и в дегтярных сапогах. — А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров. — Здрасте, батюшка, Евгений Васильевич! — начал старичок и радостно улыбнулся, отчего все лицо его вдруг покрылось морщинами. — Зачем пожаловал? За мною, что ли, прислали? — Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич. Он вспомнил строки наказ, полученный от барина при отъезде. — В город по господским делам ехали, да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть посмотреть на вашу милость, а то как же можно беспокоить! — Ну, не ври! — перебил его Базаров. — В город тебе разве здесь дорога? Тимофеич помялся и ничего не отвечал. — Отец здоров! — Слава богу! — И мать! — И Арина Васильевна, слава тебе господи! — Ждут меня, небось! — старичок склонил набок свою крошечную головку. — Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! И верьте ли богу, сердце изныло на родителей, на ваших глядючи! — Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду. — Слушаюсь! — со вздохом отвечал Тимофеич. Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дружки, оставленные ему ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города. Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх. Она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих новых оголтелых, как она их называла. В парадных комнатах она только дулась. Зато у себя перед своей горничной она разражалась иногда такой бранью, что чипец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова все это знала. — Как же это вы ехать собираетесь? — начала она. — Обещание ваше. Базаров встрепенулся. — Какое-с? — Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии? — Что делать-с? — Отец меня ждет. Нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть «Пилуз и Ферми. Общие основы химии». Книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете все, что нужно. — А помните, вы меня уверяли, что книга не может заменить... Я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать. — Помните? — Что делать-с? — повторил Базаров. — Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос. Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, завешанной вырезанной бумажной сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками. Едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных. — А зачем оставаться? — отвечал Базаров. Одинцова слегка повернула голову. — Как, зачем? Разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут? — Я в этом убежден. Одинцова промолчала. — Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно. Базаров продолжал сидеть неподвижно. — Евгений Васильевич, что же вы молчите? — Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно. — А ты почему? — Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею. — Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич. — Это не в моих правилах. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна? Та сторона, которую вы так дорожите. Одинцова покусала угол носового платка. — Думайте, что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете. — Аркадий останется, — заметил Базаров. Одинцова слегка пожала плечом. — Мне будет скучно, — повторила она. — В самом деле, во всяком случае долго вы скучать не будете. — Отчего вы так полагаете? — От того, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуки, ни тоске, ни каким тяжелым чувствам. — И вы находите, что я непогрешительно? То есть, что я так правильно устроила свою жизнь? — Еще бы. Да вот, например, через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня. — Нет, не прогоню, Евгений Васильевич. Вы можете остаться. Отворите окно, мне что-то душно. Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось. Он не ожидал, что оно так легко отворялось, притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату своим почти черным небом. Слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного чистого воздуха. — Спуститесь с Тору и сядьте, — промолвила Одинцова. — Мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе. Вы никогда о себе не говорите. — Я стараюсь беседовать с вами о предметах, полезных, Анна Сергеевна. — Вы очень скромны. Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете. — Зачем она говорит такие слова? — подумал Базаров. — Все это нисколько незанимательно, — произнес он вслух. — Особенно для вас. Мы люди темные. — А я, по-вашему, аристократка? Базаров поднял глаза на Одинцову. — Да, — промолвил он преувеличенно резко. Она усмехнулась. — Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь. Но вы мне прежде расскажите свою. — Я вас знаю мало, — повторил Базаров. — Может быть, вы правы, может быть, точно всякий человек загадка. Да хотя вы, например, вы чуждаетесь обществу, вы им тяготитесь и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы с вашим умом, с вашей красотой живете в деревне? — Как? Как вы это сказали? — живостью подхватила Одинцова. — С моей красотой? Базаров нахмурился. — Мне это все равно, — пробормотал он. — Я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне. — Вы этого не понимаете, однако вы объясняете это себе как-нибудь. — Да. Я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфорт, удобство, а ко всему остальному очень равнодушны. Одинцова опять усмехнулась. — Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться? Базаров из-под лобья взглянул на нее. — Любопытством, пожалуй, но не иначе. — В самом деле? — Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами. Ведь и вы такой же, как и я. — Мы сошлись, — глухо промолвил Базаров. — Да, ведь я забыла, что вы хотите уехать. Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты. Сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи. Слышалось ее тайное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу. Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою прекрасной женщиной. — Куда вы? — медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стул. — Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом? — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. — А я так знаю о себе, что я очень несчастлива. — Вы несчастливы? Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дренным сплетням? Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял. — Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич. И я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива от того, что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите. Вы думаете, это говорит аристократка, которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. — Я не скрываюсь. Я люблю то, что вы называете комфортом. И в то же время я мало желаю жить. Примите это противоречие, как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм. Базаров покачал головою. — Вы здоровы, независимы, богаты. Чего же еще? Чего вы хотите? — Чего я хочу? — повторила Одинцова и вздохнула. — Я очень устала. Я стара. Мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара. Прибавила она, тихонько натягивая концы мантилины свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базаровой, и она чуть-чуть покраснела. Позади меня уже так много воспоминаний. Жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка. Как следует, воспоминаний много, а вспомнить нечего. И впереди, передо мной длинная-длинная дорога, а цели нет. Мне не хочется идти. — Вы так разочарованы? — спросил Базаров. — Нет, — промолвилась с расстановкой Одинцова. — Но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь... — Вам хочется полюбить, — перебил Базаров. — А полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи. — Разве я не могу полюбить? — промолвила она. — Едва ли. Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается. — Случается что? — Полюбить. — А вы почему это знаете? — Понаслышке, — сердито отвечал Базаров. — Ты кокетничаешь, — подумала она. — Ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать. А мне... Сердце у нее действительно так рвалось. — Притом вы, может быть, слишком требовательны, — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла. — Может быть, пойму ему или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою. И тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо. — Что ж, — заметил Базаров, — это условие справедливое. И я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали. — А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было. — Нелегко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собой, то есть. А не размышляя, отдаться очень легко. — Как же собой не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность? — Это уже не мое дело. Это дело другого разбирать, какова моя цена. — Главное, надо уметь отдаться. Одинцова отделилась от спинки кресла. — Вы говорите так, — начала она, как будто все это испытали. — К слову, пришлось, Анна Сергеевна. Это все, вы знаете, не по моей части. — Но вы бы сумели отдаться? — Не знаю. Хвастаться не хочу. Одинцова ничего не сказала, и Базаров смолк. Звуки фортепиано долетели до них из гостиной. — Что это Катя так поздно играет? — заметила Одинцова. Базаров поднялся. — Да, теперь точно поздно, вам пора почивать. — Погодите, куда же вы спешите? Мне нужно сказать вам одно слово. — Какое? — Погодите, — шепнула Одинцова. Ее глаза остановились на Базарове. Казалось, она внимательно его рассматривала. Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ее руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них, и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова. Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти, и села опять, и опять задумалась. Каса ее развелась, и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижную, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенной и угрюмой. Он застал Аркадия за письменным столом с книгой в руках в застегнутом доверху сюртуке. — Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой. — Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной, — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос. — Да и я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепиано. — Я не играл, — начал был и Аркадий, и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.